МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканала «Звезда» информационно-аналитическая программа «Альтернатива». В студии работает Капитолина Зинкевич. Здравствуйте. Человек, забывший свою родину, заблудившийся человек. Народная мудрость и фраза, которую глава государства Александр Лукашенко на протяжении последних двух лет повторяет особенно часто. На минувшую неделю суть этих слов не в буквальном смысле, конечно, обсуждали на самом высоком уровне. Рабочую неделю президент Беларуси начал с рассмотрения вопросов совершенствования законодательства о гражданстве. Для нашей республики тема, как никогда, актуальная. В сегодняшнем дне гражданство – это не просто правовая связь с человеком и государством. Сегодня это в том числе национальная безопасность нашей страны. И президент это отчетливо понимает, как и тот факт, что главное достояние любого государства – это люди. Трудолюбивые, ответственные, заряженные на результат. Таких в Беларуси ценят. И именно таким в нашей стране государство готово помогать. В том числе и с оформлением соответствующего статуса. Только за последние пять лет белорусское гражданство получили порядка 14 тысяч человек. Это выходцы абсолютно из разных государств, приоритетные из стран постсоветского пространства, а также из стран Азии, Европы и даже Америки. То есть сегодня для многих людей именно Беларусь является родиной, пусть и приобретенной. А для кого-то родина по паспорту, как показали события двухлетней давности, и не родина вовсе. Только вот родная страна колыбель, а чужая – дырявая корыта. Думаю, до тех, кто покинул Беларусь, это прописная истина, аккурат и доходит. Только, увы, обратного пути уже нет. В рамках подготовленного законопроекта нужно еще раз посмотреть на тех, кто, выехав за границу, выехав, действует во вред государству и народу, совершая преступления. Такие известны. Все до единого, мы их знаем. Достойны ли эти люди оставаться гражданами Беларуси, если они сбежали из родной страны и фактически разорвали с ней связь? Но вопрос касается того, что многие депутаты поднимали вопрос, да и граждане, сбежали, вредят, преступники фактически продолжают преступную деятельность. Предложено было лишать их гражданства. Об этом идет речь. Поэтому сегодня рассмотрим этот вариант законопроекта. Необходимо также обсудить требования к нашим соотечественникам, получившим карту поляка и иные подобные документы. Нам надо разобраться, или они граждане Беларуси, или они заблудшие просто взяли эту карту, якобы случайно, может быть случайно, или у них иная ориентация. Просто уйти от этого вопроса и не слышать этих людей, так не будет. Я к чему? Что может быть окончательный вариант законопроекта рассмотреть на некой комиссии, группе представителей, в том числе, ну если можно так сказать, нормальной оппозиции. Пригласить людей, которые, может, имеют какую-то точку зрения иную на развитие нашего общества. Они не враги. Пусть они выскажут свое мнение, но при этом я хочу еще раз подчеркнуть. Подписывать мне. Поэтому имейте в виду, все, что я сказал, по духу должно соответствовать. Мы не можем там налево, направо отпускать всех и выпускать. Кто должен сидеть в тюрьме, должен сидеть. Но еще раз подчеркиваю, есть люди, которых мы свободно можем освободить досрочно. Послабление допустимо только в отношении тех, кто реально этого заслуживает. То есть в основе должна быть справедливость. Бандиты-экстремисты не из этой серии. Особенно те, которые пытались под откос пустить наши поезда, готовили террористические акты и пытались убить наших граждан. Вопросам предоставления, как и лишения гражданства, сегодня важно подходить взвешенно и аккуратно, обязательно учитывая национальные интересы и ключевой посыл белорусского лидера. Наполненность же разрабатываемого законопроекта должна соответствовать сегодняшним реалиям. Как говорят в Беларуси, идти от земли. И что, на мой субъективный взгляд, за делом на будущее. Только такой триединный подход в полной мере позволит обеспечить а. внутреннюю безопасность нашей республики, б. стабильность общественно-политической системы. Нами предложено лишать данных лиц гражданства Республики Беларусь. Так как на сегодняшний день данные лица продолжают совершить свою противоправную деятельность, уже находясь за пределами Республики Беларусь. В отношении данных граждан в обязательном порядке должно быть решение суда о заочном их осуждении, вступившее в законную силу. И потом по инициативе вносятся предложения о лишении гражданства. Кроме этого, когда в отношении террориста он будет лишен гражданства Республики Беларусь, также нами внесено предложение о возможности запрета въезда на территорию Республики Беларусь в течение 30 лет. Именно такие жесткие меры сегодня и нужны. И да, их необходимо прописывать на законодательном уровне черным по белому, чтобы, возможно, в будущем, когда у кого-то вдруг закрадется мысль через революцию, продать нашу страну американскому вассалу неповадно было. Как минимум, как максимум, такого желания не возникло бы вовсе. Глядишь, и не пришлось бы тогда Колесниковой и Знаку сегодня жалобы на решение суда о признании их деятельности террористической составлять. Большое, как говорится, видится на расстоянии. Домой те белорусы, которые покидали нашу страну в 2020-м и после, как, простите, крысы, бегущие с корабля, увидели, а в ближайшем будущем еще и почувствуют всю полноту понятия гражданства. Потому что гражданство – это не только про права и обязанности, но и про ответственность в том числе. Где бы ты ни находился, к слову, нести ответственность за свои поступки и слова, как показывают современные реалии, спешат не все. Касается не только людей, а целых государств, пресловутого Евросоюза, к примеру. Те, кто еще шесть лет назад гостеприимно зазывали в свой европейский дом мигрантов, сегодня тратят баснословные суммы на то, чтобы остановить их поток. Их действуют при этом совсем неприветливо. 3 сентября двое граждан Сирии подверглись жестокому избиению со стороны польских силовиков. А в Верхнедвинском районе пограничный наряд обнаружил четырех иностранцев, граждан Ирана и Ирака. Беженку латвийские силовики вытеснили и оставили на белорусской стороне в бессознательном состоянии. Что называется, гостеприимство по-латвийски или в ЕС вход запрещен. А у нас так и был перевернут? Да. Ладно, сейчас машину мы занесем, повезем ее на Верхнедвинск. Мы попали от Москвы в Минске. Мы были там в течение 4-5 дней в Минске. И оттуда потом хотели поехать на другую границу. Попали на границу Литвы. Вот это. Милицию захватили, держали они нисколько времени. Потом оттуда возвращали они в Беларусь. Когда мы попали там, они нам захватили. Мужчина, они убили. И мы, говорят, ничего не сделали. Но нисколько вопросов, говорят, там было, подписали. Нам держали. Да, время, что это было ночью, что погода немножко уже как в утром пришла. Потом нам возвращались в сторону Литвы. Они были на лесу, там было очень холодно. И там была еще вода, там ямы. И у них давление попало. На границе, когда у меня ситуация была очень плохая, под границу Беларусь пришли и позвали скорую помощь. Скорая помощь пришел, меня забрали быстрее здесь, на больнице и лечили. Хочу эмигрировать в Беларусь, получать свои права здесь. И такую возможность Беларусь сегодня предоставляет каждому. Каждому, кто действительно готов трудиться во благо, во имя процветания и развития Беларуси. Главное в политике нашей республики. Я уже упоминала сегодня об этом. Всегда были и остаются люди. Вне зависимости от цвета кожи, религиозных убеждений и прочих ярлыков современности. К людям, в отличие от наших соседей, в Беларуси прислушиваются. И не потому, что так надо, а по той причине, что именно в диалоге рождается истина. А я бы еще добавила, и как правило принимаются выверенные государственные решения. То, чем живут сегодня наши люди, конечно, это волнует и нас, потому что мы члены Совета Республики, органы территориального представительства. Мы много работаем с людьми. Вы знаете, вопросы абсолютно разные, с которыми обращаются люди к нам. Но мы ведь делаем срез в целом. И я хочу сказать, что люди очень по-доброму относятся к своей стране. Это правда. Потому что, видя то, что происходит в мире, наверное, теперь по-другому несколько оценивают все то, что происходит в нашей стране. Тогда, когда мы обеспечиваем продовольственную безопасность. Тогда, когда на наших улицах мир и спокойствие. И, конечно, люди это ценят. Ну, а текущие вопросы, которые возникают, конечно, прежде всего они касаются в большей степени жилищно-коммунального хозяйства. Это те вопросы, которые должны в основном решать местные органы власти. Поэтому, собственно говоря, мы стараемся те обращения, которые поступают к нам, держать на контроле, если это касается вот таких жизненно важных вопросов. Ну, а те вопросы, которые надо урегулировать законодательно, конечно, мы обязательно учитываем в своей работе при разработке и отработке законопроектов. Потому что для нас это, вы знаете, обратная связь. Это источник информации. И тогда, когда вот работает у нас экспертный совет, это еще один вопрос, о котором говорил сегодня Александр Григорьевич. Потому что вы знаете, что при Совете Республики создан экспертный совет, где мы рассматриваем все законопроекты, не только законопроекты, все нормативно-правовые акты с привлечением тех людей, которые заинтересованы в этом прежде всего. Ну, и которым в дальнейшем работать с этими правовыми документами. Поэтому для нас вот эта обратная связь с людьми очень важна. И мы понимаем, какие наиболее актуальные вопросы сегодня для того или иного региона. И в своей работе мы это очень активно используем. Тенденции в управлении государством разные. Каждый народ и власть делают в первую очередь так, как удобно им самим. И да, этому принципу сегодня следуют все руководители государств. Аксиома – сто лишь только разницы, что кто-то управленческие решения сопоставляет с народным глазом, а кто-то напрочь этот глаз игнорирует. Так, сегодня почти две трети американцев уверены, что США находятся на неверном пути. Исследовательская компания ЮГОВ выяснила, что 63% респондентов при ответе на вопрос, как сейчас развивается ситуация в стране, выбрали ответ в неверном направлении. Тех, кто думает, что дела в государстве в целом в порядке, всего 25%, еще 12% американцев на поставленный вопрос ответить затруднились. К сожалению, сегодня собственные интересы для евросоюзовских политиков куда важнее национальных. В Европе правительство собственный народ слышать, отказываются. Попытки достучаться до верхов остаются тщетными. Таким образом, сами же элиты, осознавая или не осознавая того, не оставляют своим людям иного варианта, как выходить с протестами на улицу. На минувшую неделю Европа буквально горела массовыми акциями протестов. В Чехии порядка 70 тысяч человек выступили с требованиями закупить российский газ и прекратить поставки оружия на Украину. Тысячи людей с антиправительственными лозунгами вышли на демонстрации и в ряде немецких городов. Причина все та же – решение проблемы энергетического кризиса. В немецком Кельне жители страны выступают против правительства Олафа Шольца и требуют отмены санкций против России. Что сказать, требования более чем адекватные и, что немаловажно, своевременные. Зима не за горами, а для европейцев их заботливая власть в указательном порядке устанавливает, что отныне температура отопления в школах, детских садах и других муниципальных зданиях днем должна быть не выше 20,5 градусов, а по ночам и в выходные – 16 градусов. Такие температурные планки нынче в Латвии, в Дании и Венгрии, они еще меньше – 19 и 18 градусов соответственно. Все бы ничего, но дела в Европе настолько катастрофические, что в Швейцарии на случай дефицита газа зимой выпустили директиву, согласно которой жители, которые поднимут температуру батареи выше 19 градусов, ждет штраф или тюремное заключение сроком до трех лет. И чтобы уж наверняка добросовестные граждане не посмели нарушить новое законодательство, швейцарцам предлагают сотрудничать с властью, как стучать на соседей. По телефону доверия доносишь на недопроворядочных граждан и как бонус получаешь 200 франков. А британское телешоу предлагает зрителям игру, где один из призов – оплата счетов за энергию. Сюрреализм какой-то, то есть вместо того, чтобы реально заниматься решением вопроса энергокризиса, власти открыто издеваются над собственным народом, с каждым днем лишь усугубляя ситуацию, а не выравнивая ее. С момента начала спецоперации на Украине Европа потратила почти 88 миллиардов евро на российские энергоресурсы. Москва и Анкара, несмотря на различные политические интересы, всегда выбирали прагматичный путь. И они ведут себя просто, как взрослые друг с другом. И я должна с сожалением признать, что во многих западных столицах политики обладают менталитетом тинейджеров. Они думают об эмоциональном возмущении, вместо того, чтобы размышлять о политике национальных интересов. Экономика же Беларуси, несмотря на все сложности работы системно, ни одно из белорусских предприятий не останавливается. Напротив, по многим показателям, наша страна прирастает. В частности, четвертый месяц подряд рекордные объемы показывает экспорт. Главный козырь против санкций сегодня – углубление интеграционного сотрудничества. В укреплении экономической платформы этот вектор главенствующий и, что немаловажно, приносящий реальные результаты. В нынешних условиях стратегическая тема для этой переориентации части белорусских экспортных грузов, прежде всего, калийных удобрений в ваши порты. Да и не только калийных удобрений. Должен сказать, что по всем вопросам меня информировали, и мы приняли решение, что мы будем сотрудничать в этом направлении с Мурманской областью, несмотря на то, что мы очень тесно привязаны на настоящее время и уже работаем в районе Санкт-Петербурга. Вы знаете, мы и с президентом России там побывали, он мне показал лично все места, где можно работать. Удивительно, что он до 100 метров все знает побережье, знает, что такое портовая сфера и отрасль. Но, тем не менее, я ему об этом говорил. Кстати, он мне задал вопрос, ты хочешь сотрудничать в Мурманской области работать? Я говорю, непременно. В одну корзину яйца не плутут. Мы очень в этом заинтересованы и поддерживаем. Поэтому мы, в принципе, договорились. Принципиальное, как я уже сказал, решение принято. Будем в этом направлении работать. Есть и другая сторона медали санкционных условий. Сейчас, как никогда, главным двигателем экономического роста становится внутренний рынок. И этот ресурс следует использовать по максимуму. Задействовав весь потенциал. Подходы, к слову, не для формализма. Чтобы выставить в мировом шторме санкционных ограничений, в государстве должен быть крепкий фундамент. В пятницу белорусский лидер на совещании с Совмином поднял актуальный для республики вопрос. Усовершенствование законодательства о предпринимательской деятельности. Прозрачности и возможность контроля. Главное условие президента – бизнес должен иметь понятные правила для старта и роста государства добросовестного платильщика налогов. Все просто. Так же должно быть и на практике. Пока же концепция этого законопроекта президентам не утверждена. Документ глава государства отправил на доработку. Почему? Потому что справедливость в основе принимать законы ради принятия законов – это история. Точно не про Беларусь. Эволюционным путем необходимо создавать предпринимательскую среду, которая будет отвечать запросам нашего общества. Особое внимание прошу обратить на работу индивидуальных предпринимателей. Нужно создать предпринимателям стимул к трансформации в юридическое лицо. Это факт. Но с индивидуальными предпринимателями надо разбираться не потому, что они в 2020 году вышли против тех, кто их породил и поддержал. Мы с этим справимся, если кто-то там заблудший. Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто кроме него сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями от военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система правовой формы организации бизнеса и справедливого налогообложения. В продолжении темы роста экономики. Сегодня есть как минимум две составляющие, которые позволят экономическому фундаменту Беларуси не просто выстоять, но и прирасти. Это углубление интеграционных связей и развитие внутреннего рынка. Так вот, у каждого из этого звена есть свое подзвено. И если мы говорим о внутренней единице, сегодня, и это в условиях продовольственного кризиса, у нашей республики на руках главный туз – сельское хозяйство. Рост экономики удастся обеспечить за счет хорошего урожая производство сельхозпродукции. Задача номер один – максимально обеспечить отечественных потребителей разнообразные и, что немаловажно, доступные по цене продукции. Здесь белорусские аграрии с поставленной задачей должны справиться без особых трудностей. 77% представленной продукции на прилавках белорусских магазинов с приставкой «Made in Belarus» по некоторым позициям. Таким как, например, мясо, молоко, куриное яйцо, мучные и кондитерские изделия – показатель достигает стопроцентной отметки. Что означает одно – мы имеем большой экспортный потенциал. Сегодня, чтобы на салах белорусов всегда было, как говорится, свое отечественное, белорусские хлеборобы трудятся и день и ночь, не покладая рук. Зерновые и зернобобовые культуры с учетом кукурузы убраны на порядка 87% площадей от плана. Кукурузу на зерно аграрии убрали почти с 3000 гектаров. Продолжается уборка рапса, проса, гречихи и сахарной свеклы. Активными темпами сельскохозяйственные организации убирают сегодня и второй хлеб – картофель. В целом по стране эту земляную культуру убрали с 17% от запланированных площадей. К слову, на Ветебщине урожайность картофеля самая высокая в республике – 480 сантиметров с гектара. Показатели характерны и для полоцкого хозяйства кушлики. В регионе аграрии чуть ли не единственные, кто занимается разведением и уборкой второго хлеба. Мы сейчас находимся на поле, где убирается сорт гала, элита. Более 400 сантиметров нам сейчас выдает. Это был скошенный семенный посев, а в продовольственной мы ожидаем еще больше урожайности. Конечно, вот эта засуха, естественно, повлияла на накопление урожая, которое более 30 дней у нас не было дождей. Но, тем не менее, наша главная задача сегодня убрать все. Люди работают напряженно. Второй хлеб – это тоже основной. Если кто-то уже расслабился по уборке урожая, то в кушликах некогда расплавляться. Впереди вот картофель, морковку, все надо убирать. Это, естественно, должна быть высокая степень организации всех работ и людей. Люди молодцы. Честь и хвыла, и дай Бог им здоровья. В этом году, как уверяют хлеборобы, картофеля будет в достатке. Ежегодно кушликовцы копают порядка 9 тысяч тонн картофеля. Более половины закладывают в стаб фонды региона. Часть удается экспортировать. В сегодняшних реалиях, правда, в партнерах преимущественно соседняя Россия. Хозяйство выращивает 220 гектар картофеля. Выращиваем 5 сортов. Три иностранной селекции и два белорусских. Это вега, джувел, гала, белорусский першат, цвет, палац. Картофель показывает себя, можно сказать, хорошо. Правда, немножко суховатая земля, поэтому есть немножко проблем при переработке картофеля. Не просто убрать, а сохранить полученный урожай в хозяйстве дается благодаря современному картофельохранилищу. В Кушликовском, например, две холодильные камеры, где хранят семенную картофель для собственных нужд и для реализации в другие хозяйства. Картофель же на продажу хранят навальным способом. Ставку, конечно, делаем на более высокие урожаи, поэтому стараемся вложить в эти урожаи, чтобы получить больше товарного картофеля. Вот и, конечно же, потом реализовывать его для нашего же населения. Смотря какой картофель мы хотим получить, либо это семенная фракция, либо это продовольственная фракция. Чтобы получить семенной картофель, нужно дождаться нужного размера клубни и убрать ботву, чтобы клубень остановился в росте и началось ограбевание кожуры. Чтобы можно было потом в дальнейшем это все подвергнуть механической обработке. А если мы говорим про продовольственный картофель? В принципе, тоже. Мы утверждаем все нужного количества массы клубня. Также сбивается ботва, ограбевание кожуры именно в гребне и дальнейшая копка, доработка и хранение. На уборке урожая 2022 в полях хозяйства задействовано 4 комбайна. Сроки, как и в случае с зерновыми, важно соблюдать жестко, чтобы успеть наверняка на кону продовольственной безопасности страны. Не отказываются здесь и от лишних рук. Оказываем помощь уже много лет, как у нас подшефное хозяйство. Мы обеспечиваем техникой, нас обеспечивают продукции, поставляем их на пограничные заставы. Помогаем мы, помогают нам. Что посадим, то съедим, как бы без этого мы никуда не уйдем. Не хочется оставаться, грубо говоря, голодными. Остаться голодными белорусам точно не позволит совесть. Наши люди, как никто, умеют и готовы трудиться. Делают это ответственно и с четким пониманием, от небольшого вклада каждого зависит общее будущее страны. Потому и сегодня, когда, по сути, уборочная страда в Беларуси практически завершена, аграрии по-прежнему в полях. Посев озимых культур, заготовка кормов, спашка и внесение удобрений – период самый, что ни на есть напряженный, но и решающий. Как говорится, кто земле дает, тому земля втройне отдает. А на сегодня у меня все. Напомню, если вы что-то пропустили наши программы, можно просмотреть в социальных сетях и на YouTube-канале телеканала «Звезда». Спасибо за внимание, берегите себя и своих близких и до новых встреч в эфире через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова